вы смотрите программу право слова микрофона я ведущий алекусах на своем гостях журналист визионный аналитик сотрудник газеты московский комсомолец александр мельман александр и мы конечно уже подошли к такой вопросу как оппозиционной журналистики россии вот ведь мы тоже это с украиной произошло да вместе что на наших глазах оппозиционной журналистики превратилась миф о пятой колонии это уже нас национал предатели оказывается вот как вы считаете в общем то это опасность симптом безусловно но почему это произошло почему бояться оппозиционной оппозиционной мысли где-то есть есть характер журналистики оказывать разное разное мнение и люди-то этого чем-то общество к этому готова потому что у нас уже люди не сплошь патриоты и сплошь путинисты или жириновцы почему так опасаются оппозиции на телевидении ну здесь олег тоже такой многоуровневый вопрос потому что вы говорить несплошь патриот все-таки патриот вы уже берете как вы если это沒有 скажется что брабетриот да vary по!" то ли лPeople и третье зима это это совсем друга это конечно оговорка довольно-таки существует мы часто и сняли а патриотизм это очень довольно-таки необходимая вещь для и для человека для государства да просто Это действительно, вот ура, патриотизм, он вот в тренде, он вот запрос на него большой. То есть, чем больше человек кричит и разрывает на себя рубаху, я патриот и Крым наш, значит, он считается патриотом. Если человек высказывает некие критические взгляды, то вот это агрессивно послушное большинство, по щелчку, что называется, его тут же заедает, подвергает астракизму, травит и так далее. Мы это знаем на конкретных примерах. Поэтому я-то, вы знаете, нужно давать всем право на патриотизм, и патриотизм у каждого проявляется по-своему. И такой же патриот, скажем, господин Макаревич, как и, скажем, господин Проханов. Я и тому, и другому не могу отказать в том, что именно патриотические чувства дают им право высказаться в той или иной степени. И вообще мы по-прежнему остаемся в модели психологической Советского Союза, когда кто не с нами, тот против нас. Если враг не сдается, его уничтожают вот эти все постулаты Алексея Васильевича Горького и Владимир Владимирович Маяковский, так же вот пример написал, да. Значит, они все остаются, вот эти постулаты гражданской войны или идеологической гражданской войны. Причем как справа, как со стороны вот этих консерваторов, которые, да, за которыми сегодня большинство, так и слева, со стороны демократической, опять же, общественности, которая так же сплочена и так же не приемлет другого мнения. Я не понимаю ни того, ни другого и, опять же говорю, стараюсь быть свободным как от тех, так и от других, от диктата одной и другой стороны. Поэтому патриотизм, это очень важно, просто о нем не кричат. И поэтому, когда сейчас мы, сегодня, кстати, 200 лет Михаил Юрьевичу Лермонтову, и вот даже уже сейчас... «Прощание, мы-то Россия». Да, даже вот... Оппозиционер тоже. Я сегодня как раз перед приходом к вам посмотрел на канале «Культура», была такая передача «Наблюдатель», и там тоже говорилось, это не Лермонтов. Он так не мог написать «Прощание, мы-то Россия» и «Вы, мандиры голубые». Нет, он же был, у него родственники ближайшие были, там служили царю. Это, то есть, вот такой психоз, понимающийся... Это говорил Игорь Золотовский, между прочим, известный литературовед, историк литературы и так далее. А мы как бы уже даже в советское время проходили. Нет, он был патриотом, просто он критически относился к тому, что делается. Это нормально, это и есть патриотизм. Патриотизм может быть разным. Можно, причем, я говорю, и Лермонтов, и Александр Сергеевич Пушкин, вот они были тоже разными. То есть, вот у них есть стихи, и каждый из воинствующих лагерей у нас сейчас может взять цитату из разного Пушкина, разного Лермонтова и поставить. Потому что у них... Конечно, к литникам России. Да, да, да. Разная реакция на разные события. И это нормально. Поэтому, вот, кстати, по поводу пятой колонны и национал-предатель, это Владимир Владимирович Путин вбросил вот эти термины. И тут же, конечно, их подхватили. И он теперь, наоборот, вынужден, что называется, брать назад и говорить, ну как-то, ребята, вы уж не слишком. То есть, это интересно, он себя позиционирует. То есть, сначала заведена была массовая аудитория, а потом на фоне массовой аудитории он выглядит здесь либералом. Уже, что называется, для западной аудитории. Ну, прекрасно. Я понимаю все эти политтехнологические ходы, но, тем не менее, вот бросаться так термином, и те, кто критически относится к тому, что сейчас делается по поводу Украины, и они, значит, национал-предатели, это не надо вкатываться нам в 30-е-40-е годы советского периода. Ну, кстати, Олег, вы говорили про Чечню. Вот смотрите, все-таки Украина – это другое государство. И мы здесь, мне кажется, можем, наоборот, вот давать отстраненный взгляд. Да, это всех нас волнует, потому что во-прежнем, вот как говорят про Путина, что господин Рябчуков недавно говорил, что для него, и он так видит, и Украина – это все часть России. И по-прежнему, и для многих людей так же. И как бы здесь сочетается вот это большинство и Путин, Путин и большинство. Но это все-таки другая сторона. И мы можем здесь отстраненно говорить и быть за или против. Но вот по чеченским событиям, начало той войны, которую вы прекрасно знаете, освещали, это наша сторона была. И здесь, Олег, может быть, это совсем другая тема. Но тем не менее, я вспоминаю, как НТВ выступило сразу против той войны. И это была тогда искренняя позиция. И это было совершенно понятно. Но чем дальше, тем больше. Канал НТВ, мне кажется, здесь, я сказать, со мной могут не согласиться, освещал все-таки эту войну с позиции той стороны. С позиции Чечни. Чечни, воюющей против России, как мне кажется. Ну, там, известное интервью с господином Басаевым и так далее, и так далее. А уж потом, как говорил господин Добродеев, и я склонен ему верить, что Чечня стала информационной заточкой. То есть, использовались темы Чечни с подачи господина Гусинского для своих политических целей. То есть, усилить эту тему или ослабить. И так играли с Кремлем. И вот здесь это большой вопрос. Вот как человек патриотический, вот журналист, как он должен был освещать это, скажем, на телевидении? Это все-таки твоя сторона. И мы видим, что, с одной стороны, там, чеченский народ действительно хочет той свободы. С другой стороны, мы живем в России. И вот быть на той стороне при всех известных нам еще терактах той стороны, значит, как-то совсем перейти на ту сторону. И здесь вот, наверное, Чечня — это другое. Здесь нужно было все-таки сделать, наверное, какой-то выбор. Вот как здесь оставаться, кстати, объективным журналистом? То есть, объективным журналистом, опять же, нужно представить ту и другую сторону. Ну, в данном случае это была война на уничтожение, на очень серьезная война, на то, что часть России, так сказать, физически, военными действиями боролась за отделение от России. И вот как здесь выступить патриоту России человеку? Потому что вот можно ли назвать, вот в данном случае, я говорю, что, скажем, Андрей Макаревич, который критикует ситуацию и, мне кажется, правильно делает, он патриот России. Но в Чечне, значит, если вы, да, потому что российская власть часто действовала преступными методами, эти ковровые бомбардировки по Грозному и так далее, значит, как к этому относиться? Естественно, критически. Но при этом быть на той стороне, вот это очень сложный вопрос, Олег. Я понимаю, что это даже другая тема, может быть, тема отдельной передачи с точки зрения журналиста, патриотизма и этого нашего внутреннего конфликта, потому что украинский конфликт — это не наш внутренний. Хотя получается, что мы там очень сильно участвуем. Поэтому у меня здесь по-прежнему много вопросов, много сомнений. Нет готовых ответов, нет готовых рецептов. Здесь я поделился просто своими сомнениями. Очень сложная грань, то, что касается именно чеченской проблематики. И учитывая то, что там были применены с той стороны чеченская и чкирийская террористические методы, а тут же Беслан, хотя бы сказать. Но, конечно, как можно это использовать даже в качестве заточки информационной? Конечно, это уже, наверное, вопрос уже нравственности. Нравственности. Без нравственности. К сожалению, наша программа заканчивается по времени, но вопросов у нас очень-очень много, мы много не обсудили. Есть еще такая традиция в конце, небольшой вопросник, но не Марселя просто. Мы пример берем с Владимира Познера, но не во всем. А вот вы думали свои какие-то вопросики. Учитывая, что осталось три минутки у нас, попрошу вас отвечать немножко так коротко, учитывая короткие вопросы. Вы хотели бы жить за границей? Вы сейчас там бываете? Да, но именно я люблю там бывать и уезжать в Россию. За границей очень разные, я очень люблю путешествовать. И вот будучи недавно в Америке, в частности на Брайтон-Бич, я просто получил огромное удовольствие. И вот это ностальгическое свое чувство полностью удовлетворю, потому что как будто бы я оказался, когда на Брайтон-Бич, в своем детстве, в 70-х годах, когда папа меня брал в дом отдыха. И вот там так говорили на Брайтон-Бич, так неспешно, так по-доброму, так люди общались. И сейчас так уже не говорят. И мне очень захотелось туда, я подумал, может быть, вот на пенсию мне как-то уехать туда, на Брайтон, и там, так сказать, доживать свои дни. А может быть, в Израиле, где я был тоже совсем недавно, три дня назад еще, у дочки. Вот здесь, ну я все-таки люблю очень Россию, и мне здесь хорошо. То есть получается, мне в России, наверное, все-таки лучше всего, но вот ностальгические чувства могут меня потянуть и вот в эти места, о которых я сказал. А, да, по-моему, следующий вопрос, ваш любимый город, что-то такое, да, Олег? Я вам хотел задать именно такой уже профилирующий для вас. Какая у вас любимая телепередача? Выбрал список для вас. Просто про любимый город я скажу, что мой любимый город Париж, я хочу сказать, что... Какой город вас завораживает? Завораживает, именно Париж, мне было там так хорошо, потому что я много где был, но потом приезжаешь в Москву, думаешь, нет, Москва на фоне других тоже очень хороший город, и на фоне, там, Японии, на фоне Америки, на фоне Европы. Но вот после Парижа я еще месяц не мог смотреть на Москву, настолько меня заворажил Париж. А что касается любимой телепередачи, я знаю, что многие люди хотят казаться умнее, интеллектуальнее, нравственнее, говорят о канале культуры, но я, Олег, не могу ничего другого вам сказать, кроме того, что это мой любимый канал все-таки. Ну вот правду я говорю, и там есть такие передачи, скажем, «Игра в бисер», это обсуждение литературной классики, которую ведет Игорь Волгин, и «Белая студия», замечательное интервью именно культурологическое, которое ведет Дарья Спиридонова, и «Сатя, не скучная классика», это программа о музыке, которая ведет Сатя Спивакова, и «Большая опера», и то, что делает Александр Архангельский, тем временем и другие документальные фильмы, которые он выпускает. Вот это я очень люблю. Ну и люблю я Ивана Урганта, он мне дает вот эту таблетку хорошего настроения, то есть это действительно развлекательная программа в чистом виде, но она для меня важна, как и этот ведущий. Как заметил наш коллега и сотрудник канала «Культура» Ватлан Флерковский вот в этой студии, что канал этот можно смотреть с утра до вечера. Его прав. Да, безусловно. Я вот с утра перед приходом класс смотрел, и вечером буду тоже смотреть, в связи с программой, посвященной юбилею Михаила Михайловича Казакова, которому вчера вы исполнили с 80 лет. Какую книгу вы сейчас читаете? Я сейчас читаю воспоминания Надежды Яковлевны Мандельштам. То есть я это перечитываю, потому что я это читал в свое время, в «Перестройку» уже нальялось, но не в полном виде. А теперь это я делаю в полном виде. Я читаю Надежды Яковлевны Мандельштам, а еще слушаю Диккенса, потому что я еще слушаю книжки. Звуковой. Да, звуковой. Вы верующий человек? Ой, Олег, это очень тонкий вопрос, потому что я не хожу вот так в церкви. Вообще я считаю, что здесь я ближе к протестантизму в том смысле, что... И вообще Иисус же говорил, что не нужно для этого ходить вот в эти дома молельные. Бог с нами всегда, в любой ситуации. Вот Он в каждом из нас, где бы ты ни был, зачем нужно быть там? Ну, опять же, я говорю, я, может быть, говорю что-то против канонов. Я просто считаю, что есть некое высшее там разум или высшее существо, которое за нами следит. Часть, основная жизнь там предписана, мне кажется, наша. И мы должны просто, так сказать, соответствовать этому. Но это не в прямом смысле верующий, то есть не в таком стандартном, традиционном. То есть в духовном смысле, безусловно, да, но вот именно в своем понимании, как я это вижу. Не воцерковленный. Не воцерковленный. Есть формула успеха для молодежи, которую вы могли бы предложить? Ой, формула успеха. Ну, я сам преподаю в университете и, в общем, с удовольствием общаюсь с этой молодежью, так называемой, на самом деле. Вот что такое формула успеха, Олег. Вы знаете, любые формулы, они нельзя здесь как-то давать какие-то... То есть стандарты они есть, но все-таки все люди индивидуальны, каждый не похож на другого. И мне кажется, вот я ратую за ту самую внутреннюю свободу плюс отношение к труду, как в том самом протестантизме. Что вот Богу угодно, чтобы ты трудился. Вот это главная своя отдача перед Богом. Ну и, конечно, любовь. Но вот я говорю какие-то, может быть, уже банальные вещи, но они важны для меня, правда. У нас есть задание Бога, да. Да, но вот эта внутренняя свобода, это вот я здесь понимаю Антона Павловича Чехова, который говорил, что он покапливает себя раба до конца жизни. И я понимаю его, потому что вот, ну, каждая новая ситуация дает нам всегда некий зажим, некую борьбу с самим собой. И всегда вот стараться нужно быть внутренне свободным, вот это воспитывать в себе. Ну, это очень трудно, но необходимо, мне кажется. Это был Александр Мельман, журналист, телевизионный обозреватель, сотрудник газеты Московской комсомолии. Спасибо большое. Спасибо. До новых встреч. Счастливо.